Ты познал тайный черный чар, колдовство твой, проклятый дар. Дикий-догий ночной угар, лютый ненавистик пожар. Дикий-догий ночной угар. Голая баба намекает на то, что, видимо, чертовски веселая вышла дополненница-то. Потому что в прошлом дополнении пришлось проходить целую свадьбу, развлекать там эту нашу подруженьку. И только потом, в самом конце, она соизволила дать Геральту в лодочке. Представляю, там, наверное, такая по озеру волна пошла, что местные серферы, наверное, были крайне благодарны. Так, интересно, а лошадь тут копыта-то как не сломает? Всё, застряла платва. Шевелись, платва. Шевелись, платва. Всё, платва не шевелится. Надо было брать лошадь 4х4 полноприводную, а это что-то какая-то маломощная, походу. Чё-чё-чё-чё-чё-чё тут растёт? Каприфоль. Не знаю, что такое Каприфоль. Но надо сорвать, вдруг герцогине подарим. Так, а суть задания найти Пальмерина и попросить его... О, слышите, слышите? Квидич! Смотрите, они играют в Квидич. Посмотрите на эти флаги. Интересно, а что за турнир? Можно Геральту участвовать? Да, кстати, попросили очки снять. Говорят, что Геральт в очках несерьёзный. То ли дело о Геральт, сука, в ослиных ушах. Вот где самая серьёзность. Так, а как снять-то их в натуре? Эй, камон. По-моему, нормальные Чичи. Блядь, какое управление-то удобное, господи. Хрен с ним, ладно, будем. По атмосфере будем, ёк ты бля. Ты что? Ни грамма юмора, ни грамма чего. Докопались до очков Лепса. Так, ну вот, вот идут зрители. Видимо, вход на арену бесплатный. Пардон, мамзель. Ух ты, я уж думал, я уж думал, что он на воображаемой лошади скачет. Настолько поздно она отрисовалась. Здравствуй, Перси. Ты должен знать, что я подвез. Вот такой индивидуум. Аж бояться страшно. Аж бояться страшно. А, так, я вижу, что у Геральта неполное здоровье. Надо куриную ножку затрепать, наверное. Теперь вся еда помечена как вареник. Я понял, это потому, что у меня меч вот этот с вареником. Так, а ещё мне сказали, ну писали вернее, что здесь есть кузнец, который комплекты брони куёт какие-то. Ну вот, вообще, вот эта броня выглядит крайне тяжёлой. А рыцари-то на что я вас спрашиваю? А рыцари не на что я вас спрашиваю. О, заставочка у кузнеца есть, ничего себе. Вот это я понимаю, мастер. Люблю вести дела с такими, как ты. Ты в хорошей работе толк знаешь. Я кузнец, я не могу никуя. Чем торгуешь? Что у тебя там? Что у тебя там? Сразу до свидания. Такой склад говна. До встречи. Качество, как говорится, не моей мануфактуры. Вот такая кузнечная музыка. Да, наковальня бум. А вообще-то это был мечник. Мне понадобится полный набор новых подков для вертовой лоски. А мне нужен бронник. Какой? Мне уж показалось, что он красится стоит. Это тоже кузнец? Бам-бум-бам-бум. Что такое бам-бум-бум? Бамбуча. Меня зовут Бамбуча. Так. До смехи полированы. С гравировкой. С рифлением. Что только пожелаете. С перфорацией для потовыделения есть? Посмотрим, что у тебя здесь. Махакамский. Местная-то броня есть тут, позолоченная. Я хочу тоже красавчиком ходить. Седло. Местное какое-то. Смотрите, есть на платву золотая. Шоры золотые. Ну, как-то будет не очень камильфой, если лошадь будет одета лучше, чем я. Лошадь не роскошь. Лошадь средство передвижения. Оруженосцы. С таким пидорским голосом нет. А это что такое? Смотрите. Гончий лист. Прокурор княжеского трибунала в Боклере, согласно статье 161 УК, объявляет награду за поимку и привлечение к суду лота сына Марка, прозванного полуэльфом, либо за предъявление доказательств его смерти. Кто это такой? Морда кирпичом, уши торчат, точно полуэльф. Так, ну что, можем посмотреть, что там творится-то хоть? Быстрее, быстрее, живее. Там, походу, совсем два вялых каких-то рыцари сражаются. Это же скандал! Чудо лучше, дикие коты, проходимцы! И тогда, решите! Я же иду! О, пельмирин тут толкает. Ладно, давай, хватит сли байки травить. Финал истории, конец, рассказывать. Короче, вот этот в золотых доспехах пиздобол. Я один гелиафа убил, они рядом только прыгали, мешались. Добродетель побеждает, побеждает сильнейший. Всякое бывает, но стоит быть порядочным. Я считаю, что детям нужно говорить правду. Воспитывать их в суровом мире. К сожалению, добродетель здесь ни при чем. Побеждает тот, кто сильнее. То есть, не надо быть добродетелем? Этого я не сказал. А что нужно, чтобы побеждать негодяев? Острый меч и умение. А если негодяев много, и у них тоже есть острые мечи, с которыми они умеют управляться? Тогда тебе нужен пулемет. А вот тогда и добродетель пригодится. Говорят, после смерти боги награждают добрых людей. Довольно вопросом. Возвращайтесь к родителям. Пельмирин, ты что, воспитателем подрабатываешь? Она была на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на арене. А там, кто рыдает, стоит. Если бы поспешил, ты успеешь с ней встретиться прежде, чем начнется зрелище. Вдовела уже девонька какая-то. Веди. Веди. Четелка-то плачет. А ванакедавра. А ванакедавра. Близко, но не совсем. Впрочем, сам уйдешь. О, нифига. Кто-то собирается сражаться с Шарлейн, подлившим от колокольчиков привязанных к хвосту? Что в этом такое? Эта тварь подарок императора. Я против издевательства над животными. Мне нехорошо как-то мучить Шарлея. Одурев от колокольчиков, он станет посмешнее. Представь себя на его месте. Ты убиваешь чудовище? Ты? Ведьмак? Я убиваю чудовище, потому что они угрожают людям. Вы же издеваетесь над ним на потеху толпы. Этот бой не принесет славы ни одному рыцарю. Ну и кто тут герой? Ильон, ты его уже видел. А, молодой. Он собирался добыть трофей даме сердца. Надеюсь, он мог пиздюли вкать. Требует больших жертв. Чего? Большая любовь требует айфон, ёпта. Пойдем. В основном. О, Шарлей, кажется, идет. Эй, Шарлей, держи бодрее. Хе-хе-хе. Чего это у него за мечик такой? У меня, блядь, зубачистки толще, которыми я в зубах ковыряюсь. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Ты победи и сначала, ёпта, посвящатель. У Вивиенны аж платье всколыхнулось от волнения. Чего у него там, золотой лифт? Придется подождать, ёбать. Это он каменного будет убивать своим зубочисткой своей, что ли. Бля, ни хрена стегозавр такой вышел. Бубенцами. Да, он не пытается... Не пытается драться. Он пытается снять бубенчики. Опа, нахрен. Один-один. Курицы довольны, блядь. Ещё ты. А-а-а, он слепой. Блядь. О-о-о. И с доферсом. Хлопайте, тётеньки, хлопайте. Поможем ему. Ну ты, мудак. Не буду ему помогать, пусть он сдохнет. Шарлея убивать. Бля. Тихо, тихо. Он поднимает, где мы только когда нас слышат. Ах, горе рыцарю! Блядь! Ни хуя ему за раз половинку сносит. В один прыжок над монстром очутился. Так, мне сказали, что у меня типа стоит не максимальная сложность, а где-то тут ещё повышение. Вот. Вот что надо включить. Блядь. А чё оно не включается-то? А, всё. Чудовище жребий, богов побергает в зиму. Не знаю, что это значит. Чё происходит? Как вихрь свелся, остановился. Он выждал неробея и пролил кровь Шарлея. Не дразни мой арбалет. Галипика свой дуплет. Опа. Блядь, зачем он в спину... Ой-ой-ой. Ой, блядь. Нахуй. Да ебись конём, чё ж ты на меня-то нападаешь? Вон, золотоносец наш. Выбор, удар и клинок продолжает движение руки. Страшно Шарлей заревел. От... Ну, бедное животное. 240 опыта. Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил Шарлея. Взгляните, как из бестии уходит жизнь. Посвящаю свою победу вон той вот тёлке, которой хотел гильём посвятить. Тёлке гильём и, короче. Мастер Геральт, исполни свой долг. Доверши дело. А ты мне что? Не буду я его убивать. Не по херу. Бедное животное. Я не собираюсь добивать чудовища. Оно должно жить в дикой природе. Выбор победителя. Оказать милосердие. Да здравствует Геральт. Милосердный. Ура мне. Так, займитесь бестией. Что? Они добьют? Или что? Я не понял. Нет, они, наверное, его в лес выпустят. Ещё немного, и парень был бы мёртв. Со мной всё в порядке. Вивиена? Вивиена найдёт себе хуёк покрепче. Молчи. Да, Вивиена из них, конечно, самая секси-шмэкси. За хлопь не забрала свою нахуй. Сейчас мастер покажет. Вивиена великолепна, ошеломительна. Ваша милость. Мы видим, что не ошиблись, послав за тобой. Мы безмерно удовлетворены и очень вам рады. Я краб, крайне благодарен. Я краб? Займитесь нашим юным героем, быстро, раз-два. А теперь мы похищаем Геральта для беседы. Мы так долго ждали твоего приезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое время. Малой скорости. Что касается моего заказа. Так, надо ей высказать. Ваша милость. Шарлей это очень опасное создание. Даже для рыцаря в полном доспице. Говорю, как авторитетный гримписовец. В Тусенте рыцари из древней искали славы в сражениях с чудовищами. Гильон получил несколько синяков и шрамов. А взамен обрел вечную славу у Смирителя Чудищ. Кого он усмирил? Если бы Шарлей прорвался на трибуны, он устроил бы тут бойню. Геральт, несмотря на то, что мы ценим твое неожиданное вмешательство на арене, мы напоминаем, что ты был намек и, как вскоре выяснится, за крайне щедрое вознаграждение совсем для иного задания. Напоминает она мне ее... Я, может, еще передумаю. Ваша милость. Я хотел бы поговорить о моем заказе. Разумеется. Только не здесь. Нам понадобится Дамьен, который вел следствие до твоего появления. Только где он может быть? Пойдем, поищем его. Что, пойдем? Прикажи, приведут. Ты княжна или кто? Ну, бедный бегемотик. Так, что, Вивьен-то еще здесь? Предлагаю обломать этому Гильому весь кайф и дрюкнуть Вивьен. Скажи мне, ты прибыл один или в обществе Виконта Юлиана? Какого нахер Виконта? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, Ваша милость? Нет. То есть, да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене вынесенного ему смертного приговора. Ага, понятно. В этой щели уже Лютик побывал. Мы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне. Чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. Ах, долбанный Лютик. А, вот человек, который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Он так похож. Ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Корва Бьянка. Это было бестие? Это было Брукс. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Мне понадобится сведения и доступ в лабораторию. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин Далатур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Господин, это не титул. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. Дамьет, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговори о моем вознаграждении. Правда ли говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь? Ну, я не против переспать, а вообще, уже ведьмачья школа закрыта, весь мир погиб, секрет ведьмачьих эликсиров просран. Нахрен мне твои неожиданности, дорогая. Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату с золотом. Как жаль, такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы тканей для нового платья. И то, и другое, негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво Бьянко. И денежной суммой, без сомнения, достаточной. Это той, где сейчас 50 трупов лежит. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Прекрасный жест, ваша милость. Мне кажется, в Корво Бьянко устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. У Фредди, аж вина на лбу вылезла. Винодельню хотел? Что известно о первой, что известно о второй. А сколько всего их было? Три, что ли? Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Крис Пи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Крис Пи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманывал. Он просил освободить его от придворных церемоний. Но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть кто-то его усадил? Да, похоже на то. Ну хорошо, хоть не на кол усадили. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате, весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов. За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча — грелка для постели. Рамон Дюлак — рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром. Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Ну, как-то я бы не сказал, что прям уж так их унизили. Или высмеяли. Значит, две первые жертвы — рыцари, лучшие годы которых были позади. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость — шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Пальмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флорены. Разных лет, из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Ну, не знаю, надо ли пояснять некоторым школьникам, что такое нумизмат. Нумизмат, короче, это такой человек, который определяет цену монетам. Ну, или коллекционер монет. Монетовед, короче. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Это так похоже на фильм «Семь», где были семь грехов. И, то есть, ну вы помните, там, чревоугодие заставили там жрать, пока он не разорвал. А здесь добродетели. И их, согласно добродетелям, похоже, убивали. А щедрость это тот, кого монеты заставили сожрать. У позорного столба с мечом. Это честь. В канаве, которого нашли с грелкой. Наверное, это... Может, доблесть, не знаю. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость. Я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарем владычица озеро. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, что человек низкий порожден... Кто мы-то, блядь? Кто мы? Сука. Я почему-то зеленого слоника вспомнил. И солдаты, и придворные, и господа, и слуди. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь притягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб. Вместо мудрости шутовство. Вместо щедрости кашель золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Погоди-ка, усатый, а кто тебе сказал, что монеты были в глотке? Геральт сказал, что нашел монеты при нем, он не сказал где. Так, так, где вы были вчера вечером, молодой... не молодой человек? Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайцев. Ты слышал о таком обычае? Мильтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость... Трусливый как заяц. Возможно ли? Следующая жертва Мильтон де Пейрак Пейран? А ведь Мильтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, как мы могли это упустить? Много лет де Пейрак Пейран, Криспи, Делакруа и Дюлак... Все четверо были в одной рыцарской дружине. Да вы вообще, походу, тут хрены пинаете. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мильтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Пасхальный Кролик. Я велю сейчас же прервать игру. Да хулия. Мы его быстрее найдем, если все искать будут. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить бестию напасть до срока. Походу, пирак-пиран сейчас будет. Адей, ведьмак, за мной. Это мои сады. И мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Как она прям не хочет ведьмака-то отпускать. За мной, за мной. Оп! Оу! Какая гром баба! О, какая женщина! Ну что, может Геральт не прочь? Как там? Носим ношеное, жарим брошеное. Ваша милость, я... Только не помню. А у вашей милости станок-то такой нормальный, да? Там развал, схождение, все нормуль. Вивьен? Нет, это не Вивьен. Это шелк, осторожней! Отдай мне! Что с ним станет с этой тряпкой? Он его держал. Бабы, господи! Какие бабы! Да и веслом по башке пока... Герцогини это не видят. Пиздец. Вот курица, вообще в шоке. Что, можно держать тряпку так, что она порвется просто или что? Так, загрузочка, да? Бомбы, арбалеты и болты могут активировать убийственную точность. Ват? Помимо обычных режимов, все разобъяснилось. Ну, говорили, что здесь еще побочных квестов много интересных, но я пока доску-то, в общем-то, не видел. Может и... И есть, и при случае... При случае имеет смысл посмотреть, но просто потому что... Ай! Прекрасно держится в седле. Сейчас, сейчас, пришпорю. Чертова бусинка. Так, давай, ка... Обновленные задания. Да все нормально, отслеживается тоже. Обучения такие. На, новое задание в дом, милый дом. Ну, потом. Нет, я брошу герцогиню, не пойду искать этого тусена. Здоровье! Здоровье, я сказала! Челядь, черти, крестьяне, холопы, расступись! Княгиня, жги по полной, что ты стесняешься? Опа. Это здесь, уже за углом! Поспеши! Что ты знаешь, где заяц прячется? Вы должны спустить туда, где идет забава. Участники ищут рок-единорога, золотую рыбку и яйцо феницца. Ебанутые у вас конкурсы. Увольте там аду. Каким хуем можно с помощью рога, яйца и еще какой-то какашки, блядь, узнать, где прячется заяц? Я что-то не понимаю ни хрена этой логики. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Да, ты не боишься просто бестию найти и умереть. Раздобыть рог-единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феница. Так будет быстрее. Золотая рыбка. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Ген, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки. А ты просто нырнешь и отыщешь ее. Вы реально золотую рыбину кинули в воду? Как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь приманишь. Вон он там бегает, посмотри. В золотой рыбке и роге находятся предметы, которые позволят нам найти Мельтон. Когда ты их раздобудешь, найди менястреби тех, кто ищет яйцо феникса. Все ясно? Тогда задело. Там подсказники спрятаны, вон она как. Так, а мне надо чего? А мне надо рыбку выловить. Как рьяно я окинулся выполнять ее указания. Если бы Сапковский так закончил одну из книг, я уверен, она бы по степени внезапности Игру Престолов перегнала. Хе-хе. Геральт не захотел искать золотую рыбку, яйцо павлина и кого-то там единорога и просто спрыгнул с моста. Ему так наста пиздил этот тупорелый мир. Да я угораю. На самом деле. Квест, ну, такой неплохой, необычный. Вот мне нравится в Ведьмаке квест, они все какие-то вот, прям вот, ну, нигде таких не было, скажем прямо, никогда. Ну, я, по крайней мере, точно не видел, я играл в достаточное количество самых разных RPG-игр, начиная от Готики. Нет, начиная от Neverwinter Nights, Arcanum, Diablo, заканчивая всякими там Готиками, Резанами и так далее. Рыба должна быть хорошо видна под водой. Да, тем более у нас есть Ведьмачи чутье. Мы башмачок поймали этой. Как ее звали там? Бесчестил девочку, а имя не запомнил. Так, это и есть золотая рыба? Конфета. удачи долбоеба ловите дальше найти под водой золотую рыбу стопы так я же нашел рыбу чё еще нам-то зачем это не то рыба что а их вот дохера тофи какая из них золотая под водой хер поймешь и не все одинаково давай это блять а это поощрительные призы я думал конфет это подсказка чё такое сейчас ведьмака крючком за трусы поймают опа какая падла подожди остановись это важно сейчас походу кому-то фуфел будем бить король баклан мы приносим тебе этот дар прошу будь к нам милостив открой нам все секреты месяц на небе сменился а я ждал в своем владении рабреца что мне в дар принесет достойнейшие подношения король баклан утрись король баклан блять тут смотрите с прозрачная стена она не дает мне подойти ничего ебало им набить это я вам тогда еще фонарики все погашу сидите блять в темноте тут будете знать как меня рыбку из-под носа золотую выдергивать забаву им все испортил ну да нехорошо не дадут пацану теперь конечно что поделать на кону жизнь этого как вы блядь зовут потом пум пир пир тар сейчас скажу пир похоже что-то на пелемень перрон да пердон какой-то хуй узнать короче очень важный человек друг геральта королевы надо спасти пацана рыбаса так мне нужно арт до арт успокаивает этих лошадей вроде павлины тут здоровья овца я приказе рамунде мы в вине своему де так еще такое опять опять кто-то лошадь угнал еще скажите меня перед носом еще нему за елдак туда примотали может его яблоком или сладости не было проблем сестрица как бы ты была девица ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз в этом месте тише она она не девица она кому-то радости прошу прощения придется испортить вам забаву кто это такой да успокоит его знаком куда-то ведешь где не такого сакулявого коня нашли тише сейчас как боднет своим рогом геральт и мудлан там кто-то багет жрет просто целиком блять не это а вот акси сейчас бы бедный единорог улетел к нами за горизонт зараза успокой ты сука блять дай ему кирпичом по башке спак смотрите там ночью и ночью резко настало было же светло тогда снимем с тебя этот кукан но ведь так нельзя то что вы явный обман господа надо показать этому хаму где раки зимуют где тут дрын какой-нибудь отцепитесь хотите драться мил спросим да ладно никогда давай все было по правилам верно он честно выиграл ах не везет так не везет попробуем добыть следующую подсказку долбитесь вот ладно кажется этот приказ был бы уже слишком так ну что она ищет там яйцо свое или что нихрена она не делает ваша милость изволит не изволит мы действуем в интересах высшей важности что он делал я все объясню отдай яйцо не отдаете в правил в бирже жаль красивая девочка без яйца осталось у нее у мужа два блять иди их трогай а у меня другая показывай кто это придумал первый слог мы в тепле скрыт второй у лисиц а последний хранят все придворные лица первый слог мой в тепле скрыт 2 у лисицы на последний хранят все придворные лица где-то где тепло в тепле где-то во дворце в норе или в пещере слог тепле бля вообще ебать нахуй ребусы ненавижу сука у меня бомбить начинает блять такая ебата не имею о чем речь в этой шараде тогда сиди тихо и не мешай вот и вообще блондинка тупая нам как забор от слова тепло но это поняли от лисицы а потом добавлю последний слог ца от слова лица то получится теплица я примерно что такое подумал откуда тебе знать теплицу короче нам хватило двух подсказок непонятно так а подожди у нее у нее подсказка в яйце а с единорога я что получил-то жди здесь о все вальнули зайчика оборотень какой-то обосланный только поймаю убью уж них ни хера сячит а это инфамус секонд сан блять бежит с когтями росомахи бля я такого воер-вотч видел героя жнец по моему ну и чё ты чё мы не гонимся-то за ним ток ток сейчас прольется чья-то кровь сейчас прольется меч сияет орки рядом я здесь какой голос у него это случайно не твоя оставь себе если хочешь у меня уже ни хуясь я не знаю тебе не причинял тебе зла а ты зарубил бруксус который мы были близки теперь гонишься за мной зачем ты убил по крайней мере четырех невинных мне интересно а ты-то сколько невинных убил да ни одного невинных я не убиваю только убийц и вот их обязательно я скоро закончу остался всего один и ты если не отступишь ну иди попробуй но видишь отсюда и будешь убивать где-нибудь еще нет я собираюсь жить долго и счастливо ну и еблицо у тебя от заката до рассвета зовите клуни блять стопы так у меня был его лапнулся немножко а чё надо подожди а он максимум протекта максима так а если я каждый выученный рецепт а все это тоже потолочек даже не знаю почему сейчас игра свернулась так приступим к обшториванию мудагенами level нет смысла прокачивать потому что ячейки закончились даже если что-то прокачаю мне некуда это ставить где эликсиры то здесь ёпта бля ну и сортировка теперь так значит против вампиров не надо масло где она тут сектоид зверь дракон призрак вао вампир окей так теперь ну бля вот здесь вообще конечно арсенал такой полученный урон повышать урон нанесен арагансное здоровье и сидят территорию вот это хорошая тема бахнем увеличить носимый урон снижать получаемый урон в бою с призраками а с вампирами есть то же самое боюсь понимать как речи с эффектом встречающих жизнь токсичный 26 процентов я могу еще много чего выбить действие снижающие нарусное здоровье вот ну давай попробуем отвар из альгуля адреналин убрать бассейн величина однозначно бахнем так и теперь надо гром бахнуть а гром не выпьется потому что он в неправильные ячейки стоит не знаю как вот вторым рядом ячейки юзать поэтому я уберу его и выпил здесь скотина ой блять и больше убивать скотина как говорится идика сюда свина блять ебаная х х х х блять с него спадает фокус и весит просто пиздец отведай ой 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 Опачки, бля! Ух ты, нахуй! Попадаем, попадаем, попадаем! Блядь! А почему на него кровотечение-то не вешается? О, кританули! Что, сука, как здоровье? Не до жопы это, сволочь! Блядь! Ой, блядь, вообще криты ему заходят знатные! Надо что-нибудь сожрать, потому что у меня интоксикация высокая, а хиляться как-то надо! Блядь, предлагаю жрать куриный! А ты, сука, такая, блядь, не хочет на жрать ничего! Ой, 1300 влетело в скворечник! Мне кажется, я его сейчас убью, а он, блядь, восстановится тупо! Он же регенератор вообще сильнейший, покруче Росомахи, блядь! Интересно, а кто ему до этого-то руку отрубил? Танец с саблями, сука! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блядь, как попал-то? Вообще, я его просто разделываю! Ничего не может противопоставить моему могучему скиллу! Вот, хилочки-то подводят, подводят! Неправильно нам, ух ты, блядь! Ничего, он потерялся! Опа, на 1200 влетело! Ой, еще на косарик! Он уже даже драться-то не пытается! Понял, что все, пиздался! Ой! Пропущенный, ну че? Ну, конечно, да! Не можешь победить в честную? Убей меня скриптами своими! Надо было кошку выпить, Геральтова не видит! Ой-ой-ой, че это такое? Ты должен сидеть дома! Регенерируй! Ты попал в беду! Я хочу помочь! Я сам справлюсь! А че за залупа еще? Нет! Он мой друг! А ты что такой? Че это он ему вырвал? Печень, что ли? Че? What the fuck? Регис? Ты... Ты живой? Не ебал, кто это, к сожалению? И в полном порядке. Раны на вампирах заживают быстрее, Чем на собаках. Сколько воды утекло, друг мой. По крайней мере, по человеческим меркам. Но как? Когда я видел тебя в последний раз? У тебя в жопе торчал осиновый кол. По пятном, стекающим по колонне одного замка. Сейчас я в несколько лучшей форме. Не вполне восстановился. Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошел, скажем, за полубога. Прости. Это была моя вина. Я... Это самые разные друзья. Так, я не знаю, с ним попросить прощения. Остань, Геральд. Дело прошлое. Насильно меня с тобой никто не тащил. Местный серийный убийца тебя, похоже, слушается. Может, скажешь ему, чтобы никого больше не убила? Затем я сюда и приехал. Будет нелегко. Детлов порой исключительно упрям. Детлов. Какой он синий придумал. Значит, так его зовут. И он твой друг? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более... Как бы вы это сказали... Зверский. Но я работаю над этим, не беспокойся. Скверно у тебя выходит. С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря. А до того еще, по крайней мере, троих. Да, пять минут назад он твоего друга убил, но тебя я вижу похуй. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы. Или просто, чтобы напиться. Детлов не из них. Так какие у него, по-твоему, причины? Именно это я и хочу узнать. Чтобы потом убедить его, что он идет не тем путем. Слишком ты в нем уверен. Облик ваш различен. Но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца. Обоим случается совершать неблаговидные поступки. Разумеется, обоих вынуждают к этому. Че? Нет, ты меня с этой паскудой-то тут не равняй, блять. У меня меч серебряный есть, я сейчас... Помнишь? Девятьсот шестьдесят четвертый год. Ага, крещение Руси, ебать. Ливию, Лирию, Испалу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек двести. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом. Ее убил Дэтлов. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку, и оставил тело бестии у его ног. Так родилась легенда. Ну ты посмотри какой. Как мило с его стороны. Но зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты понял. Дэтлов не хладнокровный убийца. Думаю, он ввязался в дреную историю, из которой не может выбраться. Откуда такое предположение? Когда Вильгефордс расплавил меня, мои останки нашел Дэтлов. Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать. А мог позаботиться обо мне. Он выбрал второй путь. Регенерировал меня, не щадя собственной крови. Ты представляешь, что это означает для вампира? Вообще не еб... Вероятно, то же, что для человека. Ты обязан ему жизнью. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. Нас соединяют узы, которые людям и не снились. Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее. У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия. У каждого вампира есть своя уникальная способность. Собственно, потому нас так трудно классифицировать. У Дэтлова сильнее всего развито чувство стаи. Как следствие, Дэтлова комфортнее в обществе низших вампиров. Он сторонится людей. И если уж он пришел к вам и начал убивать, что-то выбило его из глии. Залупа какая-то, блядь. Я должен его найти. Прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь баклер кровью. Да, надо его найти. Он даст нам квестов, наверное, таких классных. Не совсем. Когда я его найду, сам знаешь. Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь твоя задача остановить убийство. Не обязательно его убивать. Да, помоги ему, блядь. А, в принципе, да. В таком случае давай его искать. Надеюсь, я успею тебя убедить, что Дэтлова не чудовище. Ладно. Но пока что многое против него. Слышишь? Об лава. Рыцари пошли по моему следу. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на кладбище Мерлашес. Приходи туда. До встречи. Интересно, кто круче регенерирует. Дэтлав или Дэтпул? Ведьмак. Мы гнали скакунов во весь опор и, боюсь, все равно опоздали. Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю и хотел тут осмотреться. Придержи своих людей, пока они все не затоптали. Господа, дайте ведьмаку работать. Убийство Мельтона не должно остаться безнаказанности. А, Мельтон, точно. Вот как его звали. Мельтон, Ментон, Ментол. Ну мне ж тут нахер ничего не надо осматривать. В общем-то. Сходить на кладбище Мершерлеса. Встретиться с Рейгисом. Ну или дом, родной дом. Там тоже квест. Да. Короче, как-то странный сюжет тут развивается. Опять, блядь. Навстречал кучу друзей каких-то, видимо, из книг про видимака, скорее всего. Барон Пальмерин. А-а-а. Это же друг этого Мельтона. Что-то никто не скорбит. Всем как-то немножко похую. Наверное, Мельтон был... Мельтон, наверное, всем денег торчал. Ладно. Продолжение следует. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Вся фигня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok